МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Дмитрий, Дмитрий, поздравляю вас с победой. Что называется, по горячим следам, последняя финальная игра. Они вообще бывают двух типов. Или в одну калитку, или напряженные до самого конца. Вот какой была эта игра? У вас был соперник под звучным названием Танк 088. Они оправдали свое название? Да, безусловно. Команда Танк – это одна из самых сильнейших команд баскетбольной лиги по Волжи, безусловно. Мы играли с ними в финале в 2017 году на их территории. Тогда мы очень обидно проиграли, завоевали серебро. И сейчас это был финал, действительно, если вы спрашиваете, это был финал, что называется, от ножа. И во второй четверти мы проиграли 11 очков. Это довольно серьезное преимущество. Но мы, так сказать, продолжали гнуть свою линию, продолжали играть в защите так, как мы договаривались. И все-таки их переломили. Вот это вот самое важное. Действительно, мы их, мне кажется, все-таки сломали в конце. Игра шла очко в очко. Вот, насколько я помню, во второй половине большого преимущества ни у кого, ни одной из команд не возникало. И мы так шли вот вровень. И в конце все-таки там за минуту удалось их сломать. Мы победили. А как они вас так смяли, что вы 11 очков проигрывали? Как танки, что ли, перли? Ну, можно сказать и так, конечно, как танки. Ну, может быть, сказалось в начале игры какое-то волнение. Все-таки финал – это пик, так скажем, соревнований. Все равно нервничаете, да? Ну, конечно. Мы же люди. Мы нервничали, наверное, перед игрой, в начале игры. Ну, а потом взяли как бы все в свои руки и довели все-таки этот финал до победы. А что стало ключом к успеху? Ну, я считаю, что, вернее, я уверен, что это все-таки игра в защите. Мы по приезду, у нас был день для тренировок, день для, так сказать, мы провели видеоконференцию, в частности, вот долго готовился. Подбирал видеоматериалы для того, чтобы правильно играть в защите. Вот это, на это мы делали основной акцент, именно командная игра в защите. Вот, и я считаю, что у нас это получилось, потому что в полуфинале мы пропустили чуть больше 50 очков от действующего чемпиона, от прошлогоднего чемпиона команды Пенза, Биакор. Мы просто не дали им дышать. 54 очка они, по-моему, нам забили. Ну, и в финале, да, правильно вы сказали, правильно Дмитрий сказал, мы действительно, может быть, некая нервозность сказалась, но мы все-таки собрались и продолжали играть, так как мы договаривались. В общем, по защите наша команда, безусловно, лучше на турнире, когда получается в защите, получается и в атаке. Дмитрий, а вот вы как тренер, вы чувствовали, что тренеры других команд, они смотрят вашу игру, они понимают, что вы решили играть от защиты и пытаются подобрать ключи? Ну, безусловно, сейчас время, технологии идут вперед, и все команды, и мы без исключения, вот и после игры, я после каждой игры готовился, сидел, подбирал материалы, там есть видео всех игр выложено в ютубе. Мы все это смотрели, мы все это разбирали, и мы прекрасно понимали, что нас разбирают тоже. Ну, пару небольших сюрпризов на финал мы приготовили, вот, пару новых, может быть, взаимодействий. Ну, то, что мы нас разбирали, мы это знали, вот, ну, тут уже, знаете. Видимо, не получилось до конца этого сделать. Хотя один из проигранных очков о чем-то говорят. Ну, у Танка очень сильный тренер, он тренировал женскую команду профессиональную в Суперлиге, и мы его хорошо знаем. Мы знали, что он будет нас душить тоже. А что такое хороший тренер в баскетболе? Вот чем хороший тренер отличается от плохого? Я скажу просто. Давайте я расскажу тренеру про нашего. В общем, ну, вот я не успел сказать предыдущий, ну, вернее, ответить на предыдущий вопрос, что привело к такому результату. Мне кажется, что одним из ключевых моментов в этом чемпионате был наш тренер. В общем, ну, команда у нас, конечно, неплохая, но то, что делал Дмитрий, это, значит, после каждой игры он записывал игру с нашим соперником, всю ее досконально разбирал, не давал мне спать по ночам, мы жили в одном номере, я уже, значит, засыпал, а он все время сидел с ноутбуком, изучал все моменты, все наши слабые стороны, сильные стороны соперников, и применял это уже в следующей игре. То есть, он проделал огромную работу, ну, вот что привело, я думаю, к такому результату. Можно я скажу? Да, конечно. Ну, я отвечу просто. Хороший тренер – это тренер-победитель. Позапрошлым году мы проиграли им в финале, и теперь я прекрасно понимаю вот эту вот фразу, что проигрывает тренер, побеждает команда. Мне это, по крайней мере, стало понятно. Ну, действительно, если ты проиграл, значит, тренер где-то что-то недоработал. Второе место вообще, наверное, самое обидное. Третье – это победа. Да. Ты поднялся на пьедестал подсчет, а вот если ты второй, тут, наверное, уже точит. Ну, почувствовали это, когда занимали второе место. В 2017 году было обидно, конечно, проигрывать, но и в прошлом году все-таки, да, бронзу приятней завоевывать, чем серебро. Дело в том, что последний матч ты проигрываешь, взяв серебро, а если ты берешь бронзу, этот самый последний матч ты выигрываешь. Вот, наверное, так. Ты победитель? Да. Я, кстати, читал разбор последнего матча с танком и так понял, что одним из залогов победы стало большое количество реализованных трехочковых. Это была изначальная установка или, ну, подфартило? Ну, нет, на самом деле такой установки нет. На самом деле и танк казанский, там приличное количество снайперов есть с дальним броском. Мы тоже делали на этом акцент, разумеется. Установка была, да, не давать снайперам бросать. Вот, наш капитан Дмитрий, это, естественно, наш главный снайпер в команде. И у нас есть комбинации нацелены на вывод его на дальние попадания. Ну, и, в общем, турнир он провел, на мой взгляд, великолепно. Трехочковый, его, в общем, они играли важную роль в нашей команде в нападении. В общем, когда он выходил, и команда играла правильно на открывание нашего капитана, и свои броски он попадал и забивал. Так что, в общем, это сработало. Дмитрий, а в чем вообще сложность трехочковых? Ну, понятно, расстояние, дальнее. А еще? Ну, сложность в чем? Надо попасть. Ну, в принципе, сложность любого броска, тут не только трехочкового. Что с трех метров попасть в кольцо, что с шести, в общем-то... Обычно просто бьют прямо из-под кольца, вот если смотреть профессиональные соревнования. Там не всегда дают. Да, тут возможность. Ну, и с трехочковых тоже не сказать, что можно постоянно свободно выбрасывать мяч. Ну, не знаю, тут трудно сказать, в чем как бы сложность. Сложно, я думаю, с любой дистанции попадать. А решение бросать, не бросать, то принимать. На самом деле, вот это правильный вопрос. Трехочковые броски – это, прежде всего, психология. Вот у снайперов, те, которые всегда попадают... Вот один раз Гомельский сказал, вот этот, какой-то Югослав там был, вот этот, он попадает в любое время, при любой погоде. Вот то же самое, Дмитрий. Не важно, что там будет, и я его стараюсь всегда выпускать в самых сложных моментах, потому что где-то молодежь может немножко заволноваться, запаниковать, подумать, задрожать. Он, наоборот, он бьет, неважно, какой счет, проиграем и выиграем, сложно нам, или даже наоборот. В сложный момент его броски, они, в общем, и за всю карьеру, и все их помнят. И победные броски с сиреной, когда мы выигрывали область, чемпионат области, например, в 2002 году, когда мне было 17 лет. Вот, прежде всего, снайпер – это психология. Он бросает, бросает и бросает. И даже если он мажет, он знает, что в следующий бросок он все равно попадет. Так и происходит. Главное – не задумываться. Вот я вспомнил, в чем важность. Когда начинаешь задумываться, попадешь ты или не попадешь, то ты обязательно промажешь. От мозги отключения. Да, отключать мозги и верить, что ты попадешь, и не думать об этом. Я повторяю вопрос. А вы сами принимаете решение, бросать или нет? Ну, конечно. Ведь это опасно. То есть, ты бросаешь трехочковый, ты мяч теряешь, если не попал. Ну, нет, снайпер, если бросает, это более-менее открытый бросок, это всегда хорошо. То есть, он имеет право на это. Те, кто не снайперы, те, кто, так скажем, не имеют хороший процент дальних бросков, тем бросать не нужно. А как, кстати, мне всегда интересно было вообще строиться игра. То есть, вы тренер команды, да? Вы главенствуете только во время перерывов. На поле главный капитан команды и остальные игроки. Ну, да. Или вы ходите по бровке, кричите, раздаете указания. Нет, я что-то подсказать. Можно какую-то посоветовать комбинацию, которую мы сыграем в следующей атаке в нападении. У вас есть вот эта вот дощечка, знаете, такая? Конечно, конечно. Фломастером рисуете. Ребята сказали, тренер, ничего страшного, мы вроде все поняли. То есть, вот в конце этого... Финаля высох. Да. Фломастер. Фломастер высох. Ну, главное еще, многое зависит от первого номера команды. То есть, от разыгрывающего защитника. Он принимает решение, какая у нас идет следующая комбинация в атаке. Что мы играем, на кого мы играем. Ну, комбинаций много. Еще раз повторяю, тренер может подсказать, что лучше сыграть. Ну, примерно так. А есть вообще какая-то, кстати, иерархия игроков? То есть, есть салага, который вообще голоса не подает. Просто бегай, делай то, что ему сказали. Ну, это как везде, наверное. По возрасту какая-то иерархия есть. Кто-то постарше, поопытнее. Кто-то помладше. Я еще провел не столько серьезных игр, так скажем, нервных. То есть, поэтому есть опытные игроки, которые могут подсказать, как нужно играть в сложные ситуации, как себя вести. Ну, вот, в общем-то, как-то так. Вообще, обстановка внутри чисто мужской команды напоминает армию или совсем нет? Мы в армии не были. Не знаем, как там все дела обстоят. Но вообще, обстановка, вот я считаю, в команде – это самое главное. От этого зависит результат. Атмосфера уважения друг к другу. Я, допустим, играл во многих командах, и, ну, скажем так, во многих был хороший коллектив, и, значит, двухкомандный был. Вот когда в команде все хорошо, каждый, значит, не только за себя, а и за друга, и за всех, один за всех, все за одного, тогда команда приходит к высокому результату, добивается чего-то. А когда в команде, допустим, какие-то разные лагеря есть, одни, там, несколько человек дружат между собой, общаются между собой, как-то вот разделена команда. Это беда. Ну, есть, конечно, такие команды есть. Я за свою спортивную карьеру наблюдал такие вещи, значит, ну, вот это не приводило, так скажем. А вот сейчас на этом финале были такие команды, не называли? А вот в этом была именно команда. Да, у нас было взаимное уважение друг к другу. К ребятам, которых мы пригласили играть, тренерский штаб взаимного уважения, и Алексей, все, так сказать, мы действовали одной командой. Все было здорово. А это все наши соровчане? Или вы привлекали кого-то? Нет, на самом деле регламент турнира позволяет усиливаться игроками нашего дивизиона. Ну, и здесь, на самом деле, все команды, которые приезжают на финалы, они усиливаются. Потому что регламент это позволяет, и получается так, что те, кто не усиляются, они будут слабее. Не, ну, это тогда адекватно, это финал округа. А вы все-таки представляли всю область. Да, совершенно верно. Мы собрались сильнейших, так скажем, по разным родам причинам у нас соровские игроки не смогли. Тоже сильные достаточно игроки. Некоторые, которых мы хотели бы видеть в этом составе, не смогли поехать. Вот им обидно, наверное, после того, как вы победителями стали. Пришлось взять игроков из области. А что за ребята? Это вот ваши соперники из Дюзшор, 7 других команд. Безусловно, это наша восходящая звездочка Валерий Щеголихин. Он еще учится. И вот на время этого финала пришлись его экзамены ЕГЭ. Их он оставить не может. Само собой. К сожалению, конечно, бы он нам там помог. Ну и капитан нашей команды. Мы выиграли чемпионат области. Сергей Шеев тоже не смог поехать. По уважительным причинам. И все равно вы стали чемпионами. Кстати, я когда читал про финалы, обратил внимание, что по итогам игры была сформирована такая. Такая дрим-тим. Пятерка мечты. Куда вошли в том числе два наших парня. Это разыгрывающий защитник Денис Ефимов и тяжелый форвард. Вот меня удивило. Есть тяжелый форвард, есть легкий форвард. Александр Корякин. Какой вклад они внесли в победу? Ну, Денис Ефимов это лидер нашей команды. Он получил звание MVP турнира. Разумеется, заслуженно. Ну, тут спорить нечего. И Саша Корякин тоже провел великолепный турнир. Ну, вот Денис Ефимов. Мы долго с ним разговаривали перед началом чемпионата. Как нам усилить его игру? Ну, это сделать удалось. Он стал больше атаковать. Стал играть не первого номера, то есть разыгрывающего защитника, а атакующего защитника второго номера. Это принесло результат. Он, в общем, по всем статьям стал действительно лучшим на этом турнире. А тяжелый форвард? Это кто вообще такой? В чем его задача? Ну, это или центровой, или человек, который, в общем, играет под кольцом, который должен, обязан забирать порядка 10 подборов за игру, который должен забивать под кольца, угрожать именно вот из-под кольца. Здесь же такой таран, да? Который мяч самый высокий, самый мощный игрок. Да, да, да. Да, габариты Александра соответствуют как бы вот этим. У вас есть ребята выше двух метров в команде? Да, конечно. Дмитрий у нас ростом с Майкла Джордана, 198. Чуть-чуть не хватило. Вот. И есть два человека за два метра. Это вот Саша Корякин, наверное, 2,05 примерно. И еще один парень нижегородец, мы приглашали его. А, кстати, у нас пополнение какое-то вот, ну, в этом сезоне было в Атоме? Или ребята, которые у вас на примете, которых вы хотите взять в следующем году? Вот два человека вышли в прошлом году из детской спортивной школы. Один Влад Игонин, он уехал в молодежную команду БКНН. Мы его ждем, мы желаем ему успеха, пусть играет сколько хочет. Мы за него болеем, за ним следим. Он молодец, у него светлая голова. И, безусловно, это Валерий Щеголихин, который провел весь сезон за нашу команду. И он ее усилил. И вот, скажу честно, работать с ним одно удовольствие. Он понимает все с полуслова. То, что ему говорят, он просто схватывает на лету. Он попал в сборную России по стритболу в игре 3 на 3. Проходил уже не один сбор. Ну, мы ему тоже желаем удачи. Единственное, конечно, обидно, что такие игроки, они уезжают, они остаются здесь. Молодые тем более. Ну, с другой стороны, вы вырастили парня, если он там заиграет. Но все равно это будет бонус нашу копилку. Да, его вырастили наши детские тренера. Конечно, хотелось бы таких побольше. Но вот еще раз повторяю, мы желаем им удачи, чтобы они играли где-то там. Валера уезжает в Москву. Вот Влад Игонин уехал в Нижний. Но, конечно, вот нам обидно, что в нашей команде они могут и не играть больше. А сейчас ребята в баскетбол вообще идут? Или ваш вид спорта, ну, пока что проигрывает конкуренцию с футболом, хоккей, может быть, другими видами спорта? Ну, не знаю, это лучше, наверное, детских тренеров спросить. Вы же все равно чувствуете. Во времена Дмитрия. Ну, раньше, да, когда занимались мы еще в детской спортивной школе, мне кажется, все-таки народу было побольше. Дети занимались, в каждой группе была борьба, так скажем, попасть в основной состав. Вот когда мы ездили, допустим, на соревнования на детские, у нас тренер собирал. И мы могли играть, допустим, один на один, кто не проходил в состав, и выяснять, кто же все-таки будет в составе на поездку. Сейчас я, ну, не знаю, не могу утверждать, что есть такое или нет. Но все-таки, мне кажется, поменьше стало баскетболь народу. Странно, у нас же есть условия, у нас на Икаре, ведь специальные стритбольные, по-моему, есть площадки. Приходи, играй в свободном режиме. Вы знаете, я бы посоветовал, а может, это неправильно, но все-таки это сделал, посоветовал бы родителям ограничивать детей со своими телефонами, смартфонами и планшетами. Вот когда я был маленький, папа говорил, вот телевизор два часа в день, не больше. И как хотите, мультики имеется в виду. А сейчас вся молодежь просто головой в компьютерах, в смартфонах, в ноутбуках. Дмитрий, Дмитрий, давайте вернемся к тому, с чего. Начинали финальная игра, вы победили. Какие эмоции испытывали? Вы вообще рассчитывали на эту победу, верили в нее? Или это была такая мечта, которой хотелось достичь, но не очень доверилось? Я вот в нескольких словах пишу. Ну, сначала начну с того, как мы собирались вообще ехать на этот финал. Финал, когда мы узнали, что его проведение, место проведения будет в Оренбурге, ну, нас немножко это как бы удивило. И что Оренбург находится, оказывается, в Приволжско-федеральном округе, но это очень далеко от нас. Расстояние, значит, для переезда значительное. Дорога была тяжеловата, конечно. Поездом добирались? Нет, мы летели из Москвы на самолете. Это хоть немножко нас спасло от длительной тряски. Но нам надо еще и до Москвы тут ехать, получается, почти ночью. То есть, энтузиазма как такового перед поездкой не особо у нас. Куда едем, непонятно, что там будет. Да, далеко, куда, чего там будет. Ну, в общем, команда в итоге собралась, поехали. И, ну, добрались, значит, нормально все было. Верили мы или нет в успех? Ну, наверное, верили. И выходили на каждую игру с великолепным настроем. Еще раз повторю, что в команде был отличный командный дух. Все бились друг за друга. Вот я думаю, что это было одной из причин нашего успешного выступления. Вот игры, ну, три-четыре игры у нас были очень тяжелыми. То есть, тут могла чаша успеха качнуться хоть в эту сторону, хоть в эту сторону. То есть, результат до конца игры, до последней, так скажем, пяти минут до кончания игры был непонятен. Были матчи с минимальным перевесом 2-3 очка? Ну, вот это как раз финальная игра, когда, по-моему, всю четвертую четверть команды шли очко в очко. Впритык. Да, постоянно то равный счет, то мы вели 2 очка. Вот я так помню. И вот за полторы минуты до конца мы вели 2 очка. У нас начиналась атака, мы взяли тайм-аут. Мы поговорили с ребятами, как лучше сыграть. И вот как раз Денис Ефимов, MVP турнира, попадает трехочковый. Вот тогда я хоть немножко вздохнул. Вот тогда все вздохнули. А вот про то, что вы спрашивали, верили мы или не верили. Ну, правильно сказали, да. Золото, оно было где-то там очень далеко. И я о нем и не думал. Мы ехали, ну, я вот думал как. Ну, начнем, надо правильно играть, все делать грамотно. Самое главное выйти в полуфинал. А там уж как пойдет. Но аппетит приходит во время еды. Там уже мы почувствовали, что можно сделать это и все-таки взять золотые медали. Ну, как Дмитрий сказал во время игры, не надо думать, надо голову отключать. Совершенно верно. Тут тоже не надо строить далеко идущие планы. Думаешь о следующей игре. А я так понимаю, у вас очень плотный был график, то есть игры каждый день. Каждый день, да. Ну, это так. Не нам это придумано. Нужно идти от игры к игре. Выиграли эту игру, забыли, готовимся к следующей игре. Самая тяжелая игра была как раз это финал. Вот это действительно так. Так это должно быть. Драматичный финал. Это так. Финал это украшение любого турнира. И когда одна команда выигрывает там с перевесом 15-20 очков, это немножко не то. А здесь действительно мы проиграли 11 очков, потом догнали, вышли вперед, потом немного упустили преимущество. И вот концовка, все ушли очко в очко в ровень. Победа на финале Приволжского федерального округа это еще не конец. Я так понимаю, вы теперь как победители имеете право заявиться в суперфинал, где примут участие 16 сильнейших команд из всей России любительских, баскетбольных. Когда он пройдет? Ну, суперфинал будет проходить с 4 по 8 сентября этого года в городе Севастополе. Мы уже бывали на таком мероприятии. Два года назад он также проводился в Севастополе. Мы там выступали. Ну, там-то собираются вообще, так скажем, все... Пилеты любительского баскетболу. Да, там уровень очень серьезный, поэтому к этому турниру надо готовиться, если туда ехать. И, в общем, ехать со всеми сильными игроками на всех позициях, чтобы были какие-то шансы себя показать и проявить. А если вспомнить историю выступления, вы же участвовали уже в суперфиналах. Да, вот в прошлом году мы выступили, мы считаем, очень успешно. Заняли седьмое место из шестнадцати. Ну, да, это любительский баскетбол, но в составах команд есть люди, которых мы очень хорошо знаем, которые играли и за сборную России, и имеют звание заслуженных мастеров спорта. Профессионалы настоящие. Да, просто сейчас они уже, им не хочется играть в суперлигах, и они играют в свое удовольствие. Таких игроков много, и команды на суперфинале будут очень сильные. Простых матчей там не будет, это точно. А вот такие победы вообще дают уверенность в себе? Да, безусловно. Я считаю, все победы дают уверенность, конечно же. Ну, и когда ты выиграешь в финале, самое главное, проигрывая по ходу матча, конечно, это придает уверенность. Никто этого не отменял. Друзья, на этом все. Напоминаю, что сегодня мы беседовали с тренером баскетбольного клуба «Атом» Дмитрием Покровским и капитаном команды Дмитрием Климовым. Большое спасибо, что согласились прийти. Поздравляю с победой и желаю дальнейших спортивных успехов. Они, уверен, вас ждут. Всего хорошего. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!